Воскресный день выдался особенно праздничным для брестских футбольных болельщиков. Выходные плюс последняя игра сезона, которая определит итоговые места в турнирной таблице страны. Такое событие не мог пропустить ни один неравнодушный к этому виду спорта фанат. А таковых в областном центре немало. Торжественное закрытие футбольного сезона 2016 совпало с проведением последней квалификационной игры года. На поле встретились Брестская «Динамо» и футбольный клуб «Витебск». У нас произошли глобальные перемены в плане того, что появилось, скажем так, хорошее финансирование футбольного клуба «Динамо Брест». Это основная наша команда. Но и вся другая соревновательная программа была весьма насыщенной, потому что и наши юноши достойно выступали в чемпионате Республики Беларусь в системе лицензирования. Наши девочки тоже достойно выступили, особенно одна команда, которая заняла призовое место. В принципе, я считаю, что этот год для нас чисто в футбольном плане удался. Футбольная жизнь в областном центре уже давно стала своеобразным элементом культуры. А на матчи свои команды приходят целыми семьями. Активность болельщиков всегда зашкаливает. Тепло брещане встретили в этот раз и брестскую женскую футбольную команду. Совсем недавно девушки завершили свое выступление в чемпионате страны, откуда привезли третье почетное место. Этот чемпионат получился для нас наиболее тяжким, но наиболее продуктивным. Для нас самая тяжелая игра была с Минском и с Могилевым. И таким образом они вышли на первое и второе места. Мы заняли призовое третье место, чему мы очень рады. Хотим сказать спасибо нашим тренерам большое за их огромную работу и за все, что они сделали для нас. Результат достоин, который порадовал, я думаю, руководство и самих детей именно в этих соревнованиях. У нас сегодня в городе два искусственных поля, как нигде по области у нас их насчитывается восемь. Поэтому инфраструктура очень хорошо развита для всего футбола, ну и в частности для женского тоже. Второй тайм был не менее напряженным и интересным. И удача оказалась на стороне Брещан. Итоговый счет 3-0 в пользу команды города над Бугом. Когда за спиной такая поддержка, очень сложно сдаваться или отступать. А еще сложнее прощаться. Игра «Динамо Брест» и футбольный клуб «Витебск» стала завершающей для брестского тренера Сергея Ковальчука. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку нашей, когда было тяжело нам, когда нам сейчас немножко получше. Вы всегда были за нас. Вы самые лучшие. Спасибо вам. Будет развиваться футбол в областном центре и дальше. В планах подготовки к тысячелетию уже запланировано строительство и реконструкция ряда специализированных объектов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Лугович, Антон Лугович. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Лугович, 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 Антон Лугович.